Здравствуйте, уважаемые слушатели наших лекций! Сегодня мы проводим первую уже выездную лекцию для того, чтобы уже показать, не просто рассказать теорию, как происходит преобразование потенциальной энергии в кинетическую энергию строи, но все это мы говорили на прошлой лекции, что это все происходит вот в этом изделии под названием форсунка для струйной цементации. И сегодня мы хотим вам показать, как эта форсунка изготавливается. Вообще говоря, при всей простоте этой конструкции, на самом деле она не простая. Любой технолог, который как-то связан с обработкой металлов, он скажет, что вот такое изделие, в котором имеется шестигранник, это специально сделано под ключ, который мы закручиваем форсунку в монитор, и круглая поверхность, которая нужна для того, чтобы прожать очень хорошо шайбу круглую. Вот для этого нужно сочетание шестигранника и вот такого круглого диаметра. И, соответственно, это сделать очень сложно на токарном станке, невозможно, на фрезерном станке это будет очень дорого. А форсунка это расходный материал, она должна меняться, и в хорошем варианте форсунка может служить несколько недель, а в каких-то плохих или экстремальных случаях она может служить всего лишь несколько смен. Поэтому эти форсунки всегда должны быть в большом запасе на любом строительном объекте. Так вот, в нашем предприятии эти форсунки начали изготавливать методом порошковой металлургии. Надо сказать, что вот эта конструкция этой форсунки полностью разработана специалистами предприятия специальная строительная техника и ребятами, которые закончили наш Пермский политехнический университет, специальность порошковой металлургии. И вот все достоинства порошковой металлургии, они как раз открыты в этом изделии. Что я еще должен сказать? Мы прокачиваем через эту форсунку очень абразивный материал. Это цемент, цементный раствор. Частичка цемента обладает твердостью, и она как наждак продирает или промывает, как мы говорим, любое стальное металлическое изделие. Поэтому внутренняя часть форсунки, она сделана, иногда ее называют вставкой, она сделана из твердого сплава. И вот этот твердый сплав тоже изготавливается методом порошковой металлургии. Поэтому мы вам сегодня покажем два процесса. Первый процесс, как изготавливается внутренняя вставка, и процесс, как изготавливается наружная обойма. А затем расскажем уже на словах, как это все соединяется, спекается в высокотемпературных печах. Я попрошу сейчас нашего ассистента Игоря Солнышкова, который вам покажет процесс прессования в ручном режиме, чтобы это было более понятно. На самом деле это все делается в автоматическом режиме, но для большей доступности, большей наглядности, для большего понимания процесса прессования порошковых изделий, мы попросим, пожалуйста, Игорь. Ну вот для этого он имеет весы. На весы он сделал какую-то, так мы называем, навеску из порошкового материала и засыпает ее в матрицу. То есть чем-то это напоминает игру в песочнице, когда маленькие дети что-то там прессуют, набивают, уплотняют, разве что не спекают. Ну навеска образовывается таким образом, подбирается, чтобы она хорошо заполняла объем при какой-то начальной пористости. Пористость форосковой металлургии, это очень важный параметр. Если ты недопрессовал изделие, оно будет хрупким. Если ты перепрессовал изделие, тоже ничего хорошего из этого не будет. Оно может развалиться еще в процессе доспекания. Поэтому это все, конечно, подбирается опытным путем. Вот поставил в матрицу уже пуансон. И теперь это все ставит под ручной пресс. Пресс двигает плиту вниз, вместе с ней двигается вниз плантсон. Пантсон сжимает порошок. И вся хитрость вот в этом всем сочетании всех диаметров матрицы, пресса, обоймы, порошка, подвижности, плотности. Тут столько много технологических параметров, что иногда мне кажется, что это некоторое волшебство. Еще раз повторяю, мы это делаем все для того, чтобы изготовить внутренние форсунки из твердого сплава. Твердые сплавы ВК-6, ВК-8, они все обладают очень высокой изнашостойкостью. Ну вот, процесс прессования у нас закончен. И теперь будет процесс распрессовки. Ну вот, еще одно маленькое технологическое чудо. Открываем, снимаем обойму и с пуансона достаем непосредственно ту вставочку, которая в дальнейшем пойдет в печку. Вот эта вот внутренность той форсунки, заметьте, что она на самом деле немножко повыше по высоте и больше в диаметре, но в процессе спекания она уменьшится в объеме. Это очень тяжело подобрать, в большинстве случаев подбирается экспериментально, но уже тут производство налажено. Вот таким образом мы сделали внутреннюю вставку. А теперь мы покажем вам, как мы сейчас с вами сделаем наружную обойму. Все дело в том, что вот обойма сделана из порошка стали, а вот уже непосредственно внутренность, еще раз повторяю, это твердый сплав. Я видел за рубежом, когда такие полностью форсунки делаются из твердого сплава. В чем-то это проще ситуация, но затем надо на нем нарезать резьбу, что бывает подчас невозможно. Поэтому это очень сложные формы, которые позволяют еще и как-то резьбу сформировать. Но мы подобрали вот такой процесс, нас он устраивает, и он отвечает всем тем предъявляемым требованиям к этой форсунке. А сейчас мы посмотрим, как это делается в полуавтомате, в режиме полуавтоматическом. Продолжение следует... Ну, сегодня мы с вами посмотрели, как изготавливается форсунка, то есть вставляется сердечник, делается дальше этот сердечник, помещается в высокотемпературной печи. Так как это карбид вольфрама, и его спекание происходит при температуре 1300-1400 градусов, то мы должны использовать обязательно вакуумную печь. Если можно, оператор нам сейчас покажет вакуумную печь. После того, когда спекание этого сердечника произойдет, этот сердечник вставляется уже теперь непосредственно в обойму, и они все вместе спекаются уже в более низкотемпературном режиме. И при этом мы получаем вот такое готовое изделие, на котором останется только нарезать потом резьбу на вот этой гладкой части. Все. Но вот для этого, чтобы этот весь процесс замкнуть, надо еще показать, как устроены наши высокотемпературные печи. Вообще, я должен был сказать, что мы сейчас находимся в цехе предприятий специальной строительной техники, которые как раз и делают вот эти сложные задачи. Вот эти четыре высокотемпературные печи работают в условиях, ну просто абсолютного вакуума, потому что любое попадание кислорода сразу приводит к тому, что этот весь процесс приведет в систему уплавления, горения и так далее. Поэтому эта печка обладает всего лишь маленькой, маленькой, небольшой камерой, а все остальное, это у нее водяная рубашка. То есть здесь все время происходит охлаждение печи. И настолько этот процесс очень важен и сложен, что вот даже существует такой вот центр, центр, в котором автоматическом режиме происходит сразу четыре процесса спекания. Но при этом все равно, конечно, должен находиться человек, который следит за этим процессом. Все равно любые сбои, любые системы, они должны быть исправляться в каком-то быстром режиме. Ну вот, теперь стало, наверное, понятно, что та маленькая штучка, ради которой вся эта технология существует, она изготавливается в достаточно сложном технологическом процессе. И, к сожалению, нет одной какой-то универсальной форсунки. Форсунки должны быть разные. Мы будем говорить на лекции, как вот как раз управлять расходом и давлением с помощью вот этой форсунки. Но и сейчас на интуитивном уровне понятно, что чем больше отверстие, тем у нас будет больше расход. Но самое главное, чтобы поддержать большие расходы, нужно большое давление. Поэтому нам нужны большие насосы. Чем больше форсунка, тем мощнее насос-двигатель. Об этом будут более подробные лекции. А сейчас мы сходим в святая святых. Это зал, где находится, в кладовую, в кладовую, где находятся форсунки. Еще раз повторяю, сейчас мы находимся в святая святых. Это склад готовой продукции, где предприятие как раз собирает все форсунки, которые изготавливаются. И вот вы видите, что у нас есть форсунки для двухкомпонентной технологии диаметром 7 мм, 6,5 мм, 4,5 мм, 4 мм и так далее. Вообще, говорят, такой вот склад должен быть, наверное, у каждого технолога в его собственном кабинете. Потому что как раз кто умеет управлять, кто имеет возможность варьировать форсунки, тот выбирает наиболее правильный, оптимальный режим. Нельзя на одной и той же форсунке сделать все объекты и сваю диаметром 600 мм и сваю диаметром 3 мм. Это должны быть абсолютно разные форсунки. Нельзя одной и той же форсункой работать в песчаных грунтах и в глинистых грунтах. Мы тоже будем про это говорить очень подробно. Поэтому нужны форсунки различного диаметра. И как я говорил в начале прошлой лекции, это форсунки начинаются с диаметра 2 мм и заканчиваются сегодня 7 мм. Но это еще раз повторяю, это не предел. За рубежом уже есть форсунки и 8, и 10 мм. Но я думаю, и мы к этому когда-нибудь придем. А пока мы работаем в этом достаточно широком диапазоне. И теперь вы сегодня знаете прекрасно, что если вам нужна форсунка, то вы должны обращаться на то предприятие, которое действительно со всей технологией, системой контроля, просто с прекрасными именно технологическими процессами, как прессование, так и спекание, может выполнять такие ответственные конструкции. Когда я слышу, что ребята, где-то кто-то купил форсунки направо-налево, то дальше можно не говорить про струйную цементацию. Это уже не струйная цементация, это уже что-то из другой, как говорят, топеры. Ну вот еще раз повторяю, такой набор форсунок должен быть у любого уважаемого себя технолога на его внутреннем складе. К сожалению, это пока недоступно для большинства предприятий.